Всем привет! В эфире заметки о Черкесии. Сегодня у нас выпуск о торговых отношениях, а если быть точным, о торговце Рафаэле Скасси, который пытался наладить мирную торговлю с черкесами в начале 19 века, даже в этом преуспел на какое-то время, но, к сожалению, не смог совладать с российской политикой, скажем так. Итак, во время очередной русско-турецкой войны, к 1807 году, русские войска повторно схватили Анапу. Напомню, что до этого был мощнейший штурм Гудовича, так называемый, в 1791 году, когда русские войска впервые взяли Анапу, но ее вынуждены были оставить по мирным договорам. Вот, значит, вновь захватили Анапу. Сначала ее просто порушили до укрепления и оставили, но через какое-то время вновь заняли, в 1811 году, поскольку во время военных действий, ну, так вот сложился, так, театр войны, что необходимо было удерживать эту крепость. И гарнизон в ней стоял до 1814 года. Значит, в этот период впервые появляются упоминания в переписке, да, именно бюрократической, российской, о необходимости обустройства грамотной миновой торговли с местными племенами, адыгами, черкесами, ну, хотя бы не хуже турецкой, да, турецкая торговля была достаточно хорошо организована на побережье в то время. В 1811 году на побережье впервые появляется вот тот самый авантюрист и торговец Рафаэль Скасси, который начал, в принципе, как обычный купец, который торговал с адыгами на побережье Черноморском. Значит, вот в процессе вот этих торговых отношений он поставил себе целью изучить все торговые возможности максимально на побережье. Значит, в Анапе он заводит дружбу с комендантом города Карлом Карловичем Бухгольцем ради достижения своих целей. И это дает ему возможность говорить про обустройство миновых товаров вокруг Анапы, в которых будут местные начальства. Но не только в этом крылось выгодознакомство. Дело в том, что у Карла Карловича была супруга, высокородная черкешенка, которая была захвачена в плен в 1791 году еще войсками во время штурма Анапы и была воспитана графом Каковским. Вот к ней в гости в Анапу приезжали многие натухайские и шапсунские старшины, что позволило Скасси обзавестись защитой кунаков, то есть, в принципе, кунаками, которые могли бы быть его защитой во время поезда к ваулам. Что, в общем-то, тогда было обязательным условием для купца. Нужно было обзавестись кунаками, которые бы, как кутархот бытый был бы в гостях, и они тебя защищали от остальных, и, соответственно, другие не имели бы права взять тебя в плен. Причем инициативой вот именно таких знакомств и организаций этих миновых дворов во многом стала сама эта черкешенка, супруга Бугольца. Одним из таких кунаков для Скасси стал владелец бухты Пшада Магомед Индараглы, старшина Шапсунский. В пользу Скасси также играло уважение к генуэзцам, итальянцам в целом, как к франкам, которая присутствовала в черкесском обществе, как какой-то такой отголосок старой памяти о генуэзском присутствии на побережье, о чем, в общем-то, писал сам путешественник Лонгвард. Джон Лонгвард в своей книге чуть позже, в 1938 году. В том же году, в 1811, Скасси организовывали торговую экспедицию в Пшаду с целью изучения торговых возможностей. Его интересовал обмен драгоценностей для адыков тогда соли на необходимый российскому флоту строевой лес. То есть, соль было сложно получать уже в то время, поскольку раньше черкесы получали ее из Крыма, сейчас Крым стал российским и это пресекли возможности. А строевой лес нужен был российскому флоту для постройки кораблей. В Пшаде, значит, Скасси провел некоторое время, поучаствовал там на народных съездах, где заручился поддержкой еще одних местных старшин, более отдаленных областей горных. Но они поставили ему условие, что только его корабли с его особой печатью будут пропускаться к побережью для торговли. Последние годы он провел на налаживании вот этих связей. И к 14-му году... А, ну, 14-й год принес ему проблемы. Дело в том, что крепость Анапы русские войска взвратили Османской империи, и торговля несколько осложнилась. Ну, во-первых, вредили сами турецкие монополисты, купцы не хотели себе каких-то конкурентов на торговом поле Черкесии. И в то же время препятствовал, первое время, по крайней мере, препятствовал торговле сам Паша Анапы, турецкий наместник. Который тоже не желал его особо видеть там. Особенно не хотел он вывоза, естественно, строевого леса для постройки военного флота. Но через время ему удалось Скассию переубедить Пашу, заинтересовать его именно прибылями от торговли. В то же время Скассия успел зарекомендовать себя российскому правительству, благодаря тому, что Мирон разрешил конфликт с шапсугами на миновом дворе в Бугазе, на Тамане. Там из-за грубости и тупости местного начальства назревал серьезный конфликт. Скассия его разрешил, поскольку у него были хорошие связи с обеих сторон. И тогда, после этого случая, Скассия официально обращается к российскому правительству за помощью с транспортом. Для представления транспорта, для перевозки соли на рейд Пшада из Крыма. Взамен, естественно, строевой лес. Помощь ему оказывает генерал-губернатор Новороссии Роман Эммануэль де Люси Ришелье, француз, который был изгнан из Франции после революции и пришел на службу в Россию. В то время, вот эти территории по Кубани, Тамане и Крым, в принципе, как и Северное Причерноморье, они были объединены в некоторую область Новороссию, в которой был свой генерал-губернатор. Вот он как раз и был. Он начал распорядиться предоставить судно Дунай для этих целей. С ним на этом судне Скассия провел торговую миссию с целью предоставить адыгам более выгодный, чем у турок, товар. И дело в том, что тут еще такой момент был, были же миновые дворы и вдоль Кубани, но там, во-первых, была неконтролируемая ценовая политика, то есть просто отдали местным коммерсантам все это, которые сумасшедше завышали цены. И бывали иногда случаи, что туркам перевезти соль откуда-нибудь из Средиземного моря и продать адыгам выходило дешевле, чем из Крыма привезти на Кубань и продать на другую сторону. И еще местное начальство было просто неподконтрольно, естественно. Там постоянно были склоки, стычки. Вот эта взаимная ненависть казаков и черкесов друг к другу тоже очень сильно влияла негативно на эту торговлю. Соответственно, он именно с касси добивался того, чтобы с Крыма, минуя всех этих прослойных коммерсантов, напрямую по выгодной цене продавать соль и перебивать эти цены туркам. Вот увлеченный деятельностью с касси Решелье задумал проект мирного покорения Черкесии тогда через устройство торговых отношений. То есть это тот самый начало того самого периода попытки мирного включения Черкесии в состав Российской империи. Своей идеей он поделился с Аскасией, который начал разработку специального проекта. В 1816 году Аскасия представляет свой проект в Петербурге. Основные его положения сходятся от необходимости устроиться прямой и организованной торговли между Россией на миновых дворах Черкесии и черкесами, убрать этих коммерсантов, участников и устранить всякие барьеры местного начальства, которые административно устраивают. Именно Аскасий считал, что именно в этом причина слабой торговли и высоких цен. Центром для торговли он предлагал сделать Керчь как самый близкий порт к Черкесии, собственно, удобный для того, чтобы там пережидать карантин, для того, чтобы черкесы могли непосредственно и по суше подойти туда, к проливу, и по морю подплыть. Для этого требуется, конечно, построить порции торговли, что и было позже сделано. И Аскасий подчеркнул, что он считает, что завышенные цены на продукцию как раз-то подталкивают отыгрышным бегом, потому что они не могут себе позволить купить ту же соль или какие-то продукты, и вынуждены, скажем так, обращаться к грабежу, для того, чтобы добыть тот товар, который они не могут купить. Потому что равнозначного продукта, который они могли бы по цене завышенной соли предоставить, им не хватало на покупку соли. То есть их продукты покупались по низкой цене, а соль продавалась им по завышенной. И вот правительство одобрило план с Каси. Особую поддержку он получил от министра иностранных дел Карла Сильча Нисселера ОД. Чего не скажешь о кавказских генералах и местном начальстве, которые считали это все бесполезной тратой времени и вообще любые мирные инициативы, именно покорение Черкесии, они считали бессмысленными и глупыми, и даже враждебными. В 1817 году с Каси предоставили должность в департаменте иностранных дел и выдали добро на проведение этого плана в жизнь, но под его личную ответственность. Для этой цели ему выдали 100 тысяч пудов соли и железа из Крыма. При этом в свою экспедицию, ну и корабли, естественно, в свою экспедицию с Каси сумел увлечь путешественника Тебуды Марини, который к тому времени приехал как раз в Крыму и Тамань посетил, и его интересовали еще какие-то возможности. И поэтому Марини согласился на это, впоследствии его книга «Путешествия по Черкесии» вышла по поводу всех его дел общих со Скаси. На лодке «Черкесию», которую построил Марини за свой счет, они вместе выехали в первую экспедицию в конце апреля 1918 года. В Пшаде экспедицию хорошо приняли, и их дело пошло. В том же году первая партия леса отправилась обратно в Крым. Вместе с ними выехали дети владельца этой бухты Пшадской Магомеда Драглы, который пожелал показать им Крым и Петербург. Но так получилось, что кроме Крыма они дальше не уехали. Те высшие лица, которые должны были их сопровождать в Петербург, оказались в командировке где-то. В общем, не сложилось. В Пшаде Скаси построил склады специальные для продукции, которые, однако, оказались не в его владении. То есть было такое условие, что все эти склады остаются в собственности местного старшины этого Магомеда Аглы. В бухтах и устьях рек Черновосского побережья небольшие суда выгружали соль и другие товары. Оттуда привозили лес, кожи, вурки и табак. В раскоряжении Скаси в итоге оказалась флотилия из 15 парусных судов. Первая беда случилась в 1824 году. Один из приказчиков Скаси, некий Мудров, он еще в 18-м году выкрал черкесскую девушку из Пшады и вынужден был бежать с ней в Крым, потому что это нарушало правила общественные среди адыгов. Это ожесточило некоторых именно немирных адыга-шасубов, которые и так, в общем-то, агрессивно относились к попыткам этого сношения с русскими. А тут еще такой случай дал им повод. И к тому же через Скаси же шли попытки выкупа пленных, что тоже не очень хорошо воспринималось ими. И вот в 1924 году под влиянием турецкой пропаганды собираются большие группы шапсугов, которые нападают на Абшаду и сжигают соляные склады. Сам Магомед Аглы, он сумел отбиться от нападавших, спрятавшись в сакле, отбиваясь. И они долго-долго ругались, но, в общем-то, отступили. То есть это было такое хаотичное действие. И впоследствии на народных советах общественных требовал возмещение за потери, которые он понес. Склады-то его считались. Но его требования оказались без результата. То есть к нему стали относиться так достаточно холодно, свои же. С тех пор положение осложнялось. Вот, например, побывавший в Пшаде английский путешественник Эдман Спенсер в 1936 году писал, что старшина Индор Аглы по сей день владеет долиной, помогает русским путешественникам. Но его авторитет серьезно подорван сношениями с русскими торговцами с касси в прошлом, о чем он их тогда уже и сожалеет. Но склады не ограничились одной Пшадой, и в этом районе осталась еще крупная база в Геленджике, через которую в дальнейшем и проводились все эти операции. А мелкие были, да, по всем побережью. Такие вот точки с обменом. С ведома с касси действовали также его помощники, флотские офицеры, братья Огненовичи, комиссары Тауш, Мальфина и Люлье. Кстати, Люлье выпустил потом книгу с описаниями подробностей жизни черкесов. Тауша и Мальфина считали впоследствии черкесы предателями, что ли. Хотя они нормально к ним относились, и друг к другу относились нормально, торговали долгое время. Но потом как бы вот эта пропаганда превратила их в таких тоже там заговорщиков, каких-то шпионов якобы. Ну считали, стали считать, что черкесы стали считать, что они здесь шпионили. Они только торговали, больше шпионили на русскую власть. И вот эти все помощники обязаны были придерживаться инструкции из 8 пунктов, которая лично в кассе состояла 30 августа 2022 года. В их обязанности входило поддержание кроткого и миролюбивого отношения к местному населению со стороны купцов, соблюдение местных обычаев. Они обязаны были заводить знакомство с местными старшинами и уточнять знания об устройстве адыгского общества. Вообще у торговой компании хорошо тогда сложились с местными, именно прибрежные населения отношения, в отличие от горных обществ. И таким образом у них получалось, что они несли цель не только просто торговли, какого-то торгового обмена, но именно сбора информации о жизни, этнографической информации по сути, о жизни, об устройстве общества и развитии культурных связей. По поводу Анапы, как я уже сказал, местные власти турецкие препятствовали этой торговле, но позже на основании инструкции 10 сентября 2024 года и сведомо новороссийского генерал-губернатора графа Воронцова, уже нового, с касси с августа 1925 года договорился все-таки с Пашой Анапой и сумел предоставить разрешение на беспошлиный провоз грузов тем купцам, которые изъявили желание отправиться в турецкую крепость Анапы. С одной стороны, этот шаг позволил русским купцам получить выгодные цены для торговли садыгами, но этой возможностью тут же воспользовались иностранцы, которые стали обходить импортные пошлины в ущерб российской торговли. Ну то есть приезжали в Анапу и тоже, пользуясь этим случаем, закупали по более дешевой цене и перебивали русским ценники. Причем не только в Черкесии, а вообще на всем побережье. То есть, по сути дела, была подорвана монополия русской торговли в Северном Прочерноморье этими действиями. Генерал Алексей Ермолов пытался регламентировать деятельность с касси, из-за чего последний часто обращался в Департамент иностранных дел за защитой предоставленных ему прав. То есть Ермолов пытался регулировать его действия, а он как бы сопротивлялся этому и постоянно обращался за защитой на самый верх, Петербург. Конфликт с местной администрацией из-за этого отслуга больше разрастался. И несмотря на сложную политическую ситуацию, все равно с касси продолжал успешно работать. В 1925-1926 год полные суда забитые ходили в Черкесию грузом, проводились с успехом эти миновые операции. Власти даже расширили возможность торговли уже не только со старшинами, а разрешили с простым народом торговать. Соответственно, адыги тоже этот вопрос разрешили. И до 1928 года предпочтение адыгами русского рынка, турецкого на побережье только возрастало. То есть, в принципе, вся его деятельность, в общем-то, шла к успеху. Хоть и на коротком полосе прибрежен, но с касси сумел вовлечь адыгов в мирные отношения с русскими через торговлю. И у него все получалось. В то же время угасали дворынам Кубани. Как я уже сказал, из-за коррупции, храмства, бюрократии сплошной. И плюс еще проблема загубилась дальше тем, что начались военные операции за Кубань. Опять возобновились. То есть, начались казачьи карательные походы за Кубань. То есть, о какой торговле могла идти речь на миновые выборах, если в то же время идут военные действия. Но все, к сожалению, кончается. Для с касси все резко окончилось во время русско-турецкой войны 1828-1829 годов. С ее началом военные действия в Низовьях, именно Кубани, там, где основная деятельность шла, сильно затормозили ход торговли. Отдельные представители русского командования, из числа сторонников военных мер в отношении черкесов, во время подготовки операции против Анапы, стали рассчитывать воздействовать на адыгов, колебавшихся, которые между турками, поддержкой турок и нейтралитетом колебались. Они начали шантажировать их продажей соли. Ну, то есть, если ты за турок выступаешь, значит, тебе запрещают поставлять соль. Что, в общем-то, влезало в компетенцию уже именно торговых дворов с касси. Наиболее откровенно эту точку зрения высказывал Атаман Алексей Данилович Бескровный, который вообще наставил на проведение тотального запрета торговли во время военных действий. И мнение Бескровного нашло поддержку, из-за чего торговлю на миновых дворах вообще прервали. И тогда произошло столкновение Рафаэля Скасси с адмиралом Александром Сергеевичем Меншиковым, который как раз руководил осадой Анапы. Что именно произошло там, мы толком не знаем. Я нигде не нашел этой информации. Но известно, что Скасси с большим трудом удалось избегнуть судебные преследования. После заключения Адренопольского мира в 1829 году попечительство Керченской и Бугарской торговли, как называлась компания Аскасси, оно было просто ликвидировано. А Аскасси уволили с российской службы. Это означало, что мирная и торговая оппозиция против военно-колониальных мер, она проиграла. То есть лобби военных окончательно победило лобби тех, кто за мирный способ покорения. И хотя в конце 30-х годов император Никола Первый в последний раз безрезультатно обращался к этой идее, тогда его разочаровал уже султан Хангирей, который просто провалил проект полумирного, полувоенного покорения Черкесии. После этого Аскасси обвинили в махинациях и спекуляциях с пошлинами, которые привели к убыткам черноморской торговли. То есть ему вменили в вину, что он устройством торговли в Анапе обвалил монополию русской торговли, чем нанес огромные убытки государству. Тогда ему удалось выкрутиться, но он даже получил награду в 1200 рублей в 1833 году от императорского общества сельского хозяйства Южной России за труды по лесоводству и садоводству, которым тоже был увлечен. Но тут надо сказать, что у него были очень хорошие защитники, связи очень хорошие были в Петербурге. В 1943 году он еще был в Керчи, после чего упоминания о нем исчезают. Прибрежную торговлю с адыгами пытались развивать отдельные еще генералы в 30-х годах, Раевский, например, но их идеи оказались невостребованы, и многие даже потерпели репрессии за свои идеи. Отдельные миновые дворы появлялись, то исчезали в последующие годы, все более уступая методу военного захвата и изгнания населения, чем договоренности с ним, ну и что в итоге привело к трагедии 1264 года. Память о Рафаэле Скассе так или иначе осталась так в городе Керчь, поскольку именно благодаря ему этот захолустный городок на тот момент в 20-х годах, в 1820-х годах, получил статус граноначальства, по сути, города, города и торгового порта. С легкой руки Скассе началось строительство морского порта, и тогда там появилась мода на археологические экспедиции первые, которые начали проводиться, как раз таки в регионах Таммани, Крыма и Северного Прочерноморья, давшие России уникальной коллекции античного золота. Керченский водозабор, но сюда остался в истории под именем Скассиев Фонтан, который так и зовется. А тот фруктовый сад, который он высадил в Терчи, считался одним из лучших в империи. Ну, вот такая история, да, грустная история попытки мирного разрешения взаимоотношений России и Черкесии через вот этого вот юриста иностранца такого активного Скасси. Обычно о нем очень разрозненные сведения везде, как бы так вот вскользь всегда. Тут я попытался собрать, что и есть, по крайней мере, в доступе, в общем, про него. На этом все у меня. Комментируйте, ставьте лайки, делитесь с друзьями и до новых встреч. Всем пока.